и проводим и у нас появился такой гринит от желтого даже можно красным вот такой перемена то же самое у нас есть карта градиентов которые стандартные от photoshop которые вы можете также сам использовать или под перенастраивать или допустим мы хотим опять подкрутить этот градиенте ки можем выбирать им на эти ползунком мы менять именно насыщенностью допустим у нас будку цвета от белого именно тут у нас пусть будет им на ну не красная можем черным добавить и окей жмем и протягиваем его сверху вниз и нас выходит такой гринит она более от теплого объема тем тоже там уже градиент отсюда сюда тянуть вот так вот слева направо то что у вас зависимость от вашей задачи как вы хотите а также сама тут есть радиальный это у нас идет обычный градиент линейный есть еще градиент гринит ли радиальный мы можем от центра в бок тянуть и выходит откуда тоже кружочек похоже более на пятно можно так протянуть вот так вытянуть что может играться и на подстраиваться следующий идет градиент у нас уже идет консовидный градиент следующий у нас идет консовидный градиент 2 так будет работать то что можете уже дальше рассматривать и режимное наложение можете выбирать самостоятельно все умножения и даже можно поставить непрозрачность на прозрачность можно поставить допустим 10 процентов и протянуть он будет более слабый это работа с градиентом следующее что у нас идет это уже идет инструмент размытия сейчас мы это закроем это нам тоже не надо вернем фотографию и тут уже можно поработать именно с размытием тут выбираем чуть больше но тут довольно мягко это будет выглядеть так что давайте попробуем нормальный непрозрачный интенсивность 50 процентов будет и этот очень мягко но размывает если так приглядеться если control за назад нажать видно что она немного под размывает размытия так что довольно редко вот осветителя можно освещать выбираем его и выбираем например что мы хотим осветить это уже идут тени или средний тона или подсветка и берем вот так даже видно что он идет именно подсвечивают на лице вот некоторые вещи им тоже как раз можно юзать его еще используют в ретуши когда допустим идет белая тяньку хотите подсветить темно хотите затемнить и вот как раз этим инструментом можно пользоваться и прорисовывать именно в ретуши следующий инструмент это уже идет инструмент перо он тоже позволяет вам вырезать различные объекты то же самое как лосо и также как волшебная кисть только у каждого чуть по-другому все работает ставим первую точку вторую точку 3 4 потом ставим сюда вытягиваем тянем и на грубо получилось и вот так вот проводим чтобы это все вырезать потом ставим сюда кликаем и вот так вот мы замыкаем наш контур обязательно когда первом вы работаете должны замыкнуть контур из например жмем прикликаем правой кнопкой и выбираем что мы хотим сделать и допустим мы хотим создать векторную маску не все удалилось появилась осталось вектора маска или еще мы можем сделать удалить контур но даже то что если вам нет и не нужно контрол завернуть его и так же самым можете определить произвольно фигура так нам будет выглядеть или выделяем область ставим размытие 23 пикселя окей жмем контур c контроль новый слой окей он трубая ставить его так мы можем вырезать именно с фотографии и вставить это на новый слой вот этот объект который вам необходимы тоже очень довольно часто им пользуюсь своей работе control до убрать уделение control за все по убирать все так следующий у нас инструмент от идут титры как мы работают титры вы кликаем на них и вы кликаем в эту область и появляется тут надпись уже это как бы говорят рыба называется на текст рыба которая вы просто альтернативно подбирается и тут вы можете выбирать шрифт начертание пикселя высота какой будет резкость определен текста цвет текста на именно как и насколько будет искажаться и на прямо же выбрать допустим другой вот так дугом вот ображаться можете вы вне туга вниз или другой сверху вот так вот всё работает но давайте выберем такое другое начертание его ну давайте сделаем толстый болт и допустим сделаем 100 пикселей и давайте окей нажмем вот так вот получилось и цвет у нас белый как поменять опять же кликнули по этому тексту два раза выделили и цвет меняем поставлен можем темный черный окей и опять на галочку ok и вот так вот можно работать с текстом еще я вам чуть-чуть забегу вперед так что бы мы будем обозревать панели при создании 3d слоев и немного графики я в квест расскажу так же там текстом можно сработать 3d графикой жмем на изрывок 3d графики и он спрашивает да мы жмем жмем окей и вот сразу и page выделилась и у нас как раз получилось 3d текст получился то есть эти 3d текст который можно уже работать манипулировать им как угодно тут уже появились дополнительные инструменты что можно и вы вращать вот так вот для примера знаете что лучше сделаю я лучше сделаю все чуть по-другому и здесь создадим новый слой control n и создадим ему тысячу тысячи пикселей окей и допустим выберем какой-то текст напишем вот наш текст мы выбрали выбрали его именно в 3d жмем окей и тут можем чуть подвинем панельку вот так можем крутить как вам угодно появляется задняя тень можем его приблизить это же тут уже показывается вся координат работы с цветом так можно будет его даже выдвинуть немножко так что вот так работает 3d так что дальнейшем уже не буду центрировать внимание на это все даже можно выбрать нет перемещение свободное можем выбрать обратный разворот так что вот так можно работать именно уже с 3d текстом в adobe на photoshop закроем этот слой дальнейшем нам не надо итак следующее что нас выбираем это уже идет инструменты мы обозревали идет прямоугольник что является для стенации прямоугольником опять же как на картинке показано можно выделять область выделяем и она сразу заливается белым цветом чем это важный о чем-то говорит это очень хорошо помогает если вы веб-дизайнер или веб-разработчик какой-то и вам на в основном это все строится на основе прямоугольников кругов и выбрали вот код прямоугольник вот как раз есть и например и вы можете уже давать им ширину высоту тут идет уже бордо радиус это идут именно скругления вот по каждой стороне мы можем поставить так часто удалим контроля опять зададим новый документ отлично используем прямоугольник вот он залился и мы можем тут выбрать ему 10 на 10 пикселей поставить ой вот как раз будет вот такие вот закругленные у нас углы если поставить например тут 40 пикселей это будет еще больше очевиднее и везде по 40 вот допустим уход уже вот такой вот элемент вот так вот она будет выглядеть и в дальнейшем следующее что у нас идет это уже идет инструмент поворот выбираем и можем вот так вот крутить наши борт или свой по всему как она выглядит ты что тоже примемлемо и может с вами работать следующее что уже идет зум вы приближаете кликать и по левой кое-что мыши она приближается вот и можно вот так уменьшить уменьшаете уменьшаете еще раз уменьшаете но прежде всего я выставил все настройка что можно уменьшать увеличивать именно при помощи колесико мыши что с этим уже тоже отлично работать так мы это закрываем больше тут ничего рассказывать не буду следующее что я вам расскажу это уже идет выбор цветом то же самое что мы проходили это уже идет смена режима отображения экрана но тоже как бы особо индивидуально дальнейшем покажу сейчас вам уже как можно пробежаться по верхней части кладки это у нас идет файлы с которым можно работать следующее идет редактирование где выбираете все виды допустим может тут тоже применить трансформацию скопировали слой перетащили и да тут уже идет трансформирование масштабирование поворот наклонное искажение ну давайте сделаем поворот выбираем и вот так можно будет крутой фотографии вот так она будет выглядеть так же сам можно использовать как я показывал от инструмента поворота тоже сам может быть там используйте но уже масштабирование через складку работа с ображениями отойдут уже режимы в каких идет цветовых вот 8 битные 16 битные и 32 битные каналы это то что говорил с вами о цвете тебя да еще в коррекции выбираем яркость контрастность уровне кривые их можно найти вот здесь вот это тоже самое просто перевели в вкладку и тут идет уже автоконтраст режимы вот размер изображения вы кликайте и как раз можете сделать его напрячь меньше если вам надо со 2000 на 2000 и тут замочек если выставить он будет замочком он подбирает автоматические ширину высоту если брать замочек то он уже будет выбирать вы будете уже сами задавайте вы стоит ширину этому отображаем прям 5000 ты полторы тысячи ведь он красный раз всем замочком это выбираем полторы тысячи и он выбирает как раз отличное разрешение жмем окей то чуть меньше ну пропорции конечно не будет искажаться вот это тоже отлично и так самым можем иметь выбрать размер холста и буду показывать самое основное мы что выбираем тут фон выбираем как будем белый или можно выбрать и вообще основной цвет черно-белый церкви но будет основной но цвет и так же самым выбираем почему по какому хотите прилить края выбираем по правому и выбираем сколько тут будет ширина пусть будет 2000 жмем окей и видите с левой стороны добавилось еще кусочек белого фона так как раз 500 пикселей добавилось сбоку и дальше можно будет работать допустим вы хотите растянуть изображение выберете как раз попробуем инструмент выделяем вот так выделили перешли в масштабирование трансформирование извините и масштабирование и зажимаете shift и вот так тяните нас конечно глупо ну по примеру просто показываю как можно растянуть будет и control для убрать и вот так вот можно растягивать и работать именно с таким инструментом следующая что мы тут имеем это уже идет определить кисть можем выбрать обзор кисти и все остальное тут и дальше дубль из работы с дубликатами тут свои уже идет как создать новый слой выбираете как идет им нас css копировать это и если вы верстаете копировать свг это уже тоже подверстку идет если там быстро в экспорт отойдет уже в панга на прям нажмем это экспорт он спрашивает куда но вообще-то можем так нажать control shift alt и с его так бы идет под веб можно все сохранить повторяю это будет кнопки control alt shift и с одновременно зажимаете появляться окно и вы уже выбираете в каких размерах уже можем гифку можно в джипе киев пнг 28 на 8 на 24 дальше уже выбираем монитор и уже разрешение из жмем сохранить он спрашивает куда вы хотите сохранить в какой путь так что вот так вот все и работает следующее что у нас идет слоях стиль свой текст но с текстом уже показывал как может уже загружайте сохранять шрифты по умолчанию именно выделение работаешь со своими выделениями фильтровать фильтры может перестановиться подробно рассказать как какие фильтры работают заходим на преобразовать смарт-объект но спрашивает окей но ты смотри со смарт-объектом можем более детально спокойнее работать в каком случае я уже напишу в отдельности урок это и просто уйдет общего именно в галереи фильтров заходим и вот галереи фильтров можем ночью подыскать тут идет папки по каким например выберем текстура вот мы же витраж зерно акварель вот текстура нет извините плохо видно тензинатор и цветная плитка вот такие можно делать как неоновые на по искажению поработать как то все будет выглядеть так же самое тут уже выбирается насколько будет эффект применяться к вашему изображению следующее что идет это очень классный инструмент ролл камера в основном когда вы загружать куторо у ну ролл формат это идет уже в полу или полу про форматов сразу же открывается ролл формат и в котором можете работать тоже это уже идет для цветокоррекции для тонов в отдельности тоже напишем на уже обзор поэтому ролл камера для photoshop можно покрутить всякие ползуночки по добавлять контраст цветов тени белые затемнение четкость добавить насыщенность и красочности красочности и также можно брить уже баланс белого ты что вот так я дополнительно напишу по обработке как можно обрабатывать при помощи этого инструмента так следующий у нас идет это уже идет это